Лёня Успенский, Таня Нестерова, Артём Тёмин. Утреннее шоу «Настройка» на Радио Шансон. В Москве 10.06, друзья, звёздная неделя продолжается, звёздные часы тоже продолжаются, и сегодня у нас предпраздничное утро, роскошное утро, не побоюсь этого слова. Звёздная неделя заканчивается, Таня. А-а-а, я срежу. А что, ты сказала, начинается? Она говорит, продолжается. Нет, ты понимаешь, по идее... Последний рабочий день, ничего не продолжается. Ну подожди, ну подожди, ну ещё часто остался звёздный, поэтому, конечно, продолжается. Вот как люди не любят работать, у них продолжается, заканчивается. Да дайте мне слово сказать, я хочу поприветствовать... Я хочу поприветствовать нашу прекрасную сегодняшнюю очаровательную гостью, которую, честно говоря, мы очень любим. Мы очень даже скучали, когда... Ой, спасибо. Вот прошло уже сколько времени, уже больше года мы посчитали, и думали, когда же придёт наконец-то Кирина Викторовна? Ну когда же придёт? Ирина Викторовна наконец-то пришла. Ирина Абексимова, друзья, у нас в гостях, доброе утро ещё. Доброе утро, доброе. Доброе утро. Всем доброе утро. Ну, а так как мы собрались в преддверии волшебного праздника 8-го, во-первых, сразу вопрос. Есть женщины, которые терпеть не могут этот праздник. Вы из какой категории женщин? Любите его, не любите этот праздник 8-го марта? Вы знаете, мне всё равно, честно говоря. Вот, хороший ответ. Ну, когда дарят подарки... Я не оказываюсь. А вот когда начинается вот это вот по телефону картинки из фотографий, вот это от этого вот... Я даже решила вот завтра... Завтра 8-е марта? Да, завтра. Я даже решила завтра начать 8-е марта с просьбой, пожалуйста, не надо этого делать. А это же обычно в WhatsApp происходит, да? Это в WhatsApp. Вирусная вот эта рассылка вот эта. В Facebook и везде, да, там есть ещё другие... Самое обидное, что это всегда всё безлико, да, то есть оно универсально для любого человека. На любом случае это просто достача какая-то. Вот как-то люди перестали общаться. По большому счёту, если кто-то хочет мне чего-то пожелать, лучше позвонить и сказать там, Ира, с праздником, ну хотя бы так, да, уже будет понятно, пожелаю я сама себе. Кому адресовано конкретно? Кому адресовано. А когда вот это вот... Особенно мне нравится, когда женщина начинает поздравлять друг друга. Это вообще... Это кайфуша такая немыслимая. Нет, самое апофеозное, когда женщина поздравляет какую-нибудь свою подругу с Днём Святого Валентина. То есть она даже не понимает, о чём этот праздник. Дорогая, поздравляю тебя. Вот, но о чём мы хотели поговорить? А в театре вообще? В общем, в организациях есть празднования перед 8 марта. Понятно, театр живёт постоянно, у него не бывает там выходных. У нас празднования постоянно. Да, у вас празднования постоянно. У нас есть там переговорка специальная, где мы собираемся колбасу нарезаем и вино разливаем. У вас есть какая-то специальная комната в театре, где вы, честно скажем, бухаете по праздникам? Ну, у нас очень большая комната, это зрительский буфет. Да. Это вот такая вот комната, где мы бухаем по праздникам. Когда зрителей нет. Когда зрителей нет. Да даже когда они ездят в госпиталь. Ну что, вышли бы во время аттракта какого-то, да? Ну да, почему бы нет? Сегодня будет какой-то праздник у девчат? Нет, не будет, потому что завтра у нас «Беги, Алиса, беги», и послезавтра у нас «Беги, Алиса, беги», то есть у нас там рабочие будни такие. Ну а сотрудники-то вас хотя бы поздравят или нет? Кто? Вот я хочу спросить, если и поздравят, то кто? Если поздравят, то... Ну мальчишки что-то делают, а потом... Мальчишки, те, которые, вот администрация, вот те, у кого завтра выходной, вот эти мальчишки, я думаю, сегодня поздравят. Девчонок, которые тоже завтра уходят куда-нибудь в выходные. А вот те, кто творческая часть, ну как бы те, кто производят и показывают спектакль, я думаю, что мы друг другу в лучшем случае скажем завтра привет. А вот раз заговорили о самом святом в театре, о буфете, я не могу не задать. Но понятно, что дочь Даша уже взрослая. Вот у меня как раньше это представление было, если у тебя мама или папа начальник где-то, ты можешь прийти и просить все что угодно, потому что папа и мама главный. Вот если бы Даша была ребенком и сказала, мама, я хочу в буфете, вот это, вот это, вот это бесплатно. У вас скидки есть для сотрудников в буфете какие-нибудь? Нет, у нас и так очень дешевый буфет для сотрудников. У нас отдельная часть для сотрудников, отдельная для зрителей. Ну, конечно, какой вы. А дочь и так на моем счете, как это, счете, счету. У меня счет, я, как это называется, депозит. Да, 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 да. Депозиты, и она просто... На шее, короче, сидит. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Давайте сделаем перерыв, друзья. Если у вас есть вопросы к Ирине Апексимовой, плюс 7909-955-1030, WhatsApp, Viber, SMS вам в помощь. Слушай, Павел, я на стройку, будешь ты таким же бойким. 10-14 время, Московская Ирина Апексимова сегодня у нас в гостях. Да, мне нравится, что вот там приходят люди с утра сразу в хорошем настроении. Хотя мне казалось, что Ирина не тот человек, который с утра должна быть в хорошем настроении. Я вообще всегда в хорошем. Всегда в хорошем. Ирина один раз только была не в хорошем настроении, но там флюс был, причина уложительная, понимаешь? Да, это просто приход у вас был флюс. Слушайте, как вы помните. Мы все помним. Мы все помним, да. Мы все помним. Мы как слоны помним все. В то, в смысле, слоны. Поговорим, мы на этой неделе всех пытаем, потому что по нашему времени в понедельник это закончилось, церемония вручения «Оскар», которая в этом году была самая непросматривая. 26 миллионов бедолаг посмотрел. За всю историю так мало людей не смотрела эту премию. Но фильмы были неплохие. Смотрели ли какие-нибудь фильмы-номинанты в этом году? Нет. Я вам скажу честно. Во-первых, не было времени. Во-вторых, я начала смотреть фильм «Живая вода». «Форму воды», да. Который стал лучшим фильмом. Мне он не покатил. Я же не знала, что он получит «Оскар». Мне он просто, честно говоря... А вот теперь пересмотрите его, узнав, что это лучший вообще фильм, не просто получивший «Оскар», а лучший фильм, и режиссер получил «Оскар» как лучший режиссер. Будете пересматривать работу и понимать, почему вначале не покатил? Нет, не знаю, не думаю. Профессионально. Да ну перестань. Хорошо. Ладно, уйдем от этой иностранщины. А билборды не смотрели, которые «Три билборда»? И «Три билборда» я не смотрела. Вот этот очень клевый фильм. А тогда уйдем к нашему, к Довлатову, из которого сделали «Сенсацию» четыре дня. И теперь продлили. До 11 марта. До 11 числа продлили. Это гениальный пиар-ход, конечно. Конечно. За четыре дня нагнать всех. Отлично. И самое главное, что после 11-го, скорее всего, если будут хорошие рейтинги и продажи, тоже продлят. Ну и... Обидно, конечно. Обидно. Вар, надо взять на заметку этот замечательный ход. Спектакль идет один-два дня. Только один день, да, допустим. Один день, да. И все скажут, дай бог с ним. Еще один день. А в истории театров были такие краткосрочные постановки? Ну, вот так как пиар-ход, я не думаю, что такие были. Были такие краткосрочные постановки, когда спектакль выпускают, он оказывается, мягко говоря, неудачным. На какой спектакль можно понять, что он неудачен? Через сколько спектаклей это принимается? Ну, я думаю, что... Ну, по идее, спектакль начинает жить после 10-го. Ну, как бы, да, нужно наиграть, он должен зажить. Ну, вот если там 15 не пошло, то уже можно... А смотрится, в первую очередь, на кассу? Или на театральных критиков ориентируетесь вы? Нет, нет, на театральных критиков мы не ориентируемся, потому что, ну, у них свой специфический взгляд на все, свои пристрастия. Страсти... Естественно, мы ориентируемся на кассу и на, ну, ощущения внутренние. Потому что у нас, например, был такой спектакль, то есть он есть до сих пор, слава богу, весь спектакль, который когда мы выпустили, у нас была катастрофа со звуком, немыслимая, и мы сражались практически весь сезон со звуком, чтобы там микрофоны, вот это... Мы весь сезон переделывали спектакль. Мы меняли оборудование, мы меняли барабаны с живых на электронный. А это все денег стоит? Это все стоит денег, это стоит все времени. Мы меняли там какие-то, перевешивали мониторы, колонки. В общем, это была целая проблема. Но через сезон этот спектакль, наконец-то, ура, он живет, он офигенный. Но это просто... Ну, если ты веришь в это, то можно за это бороться и сражаться. Можно довести все до идеала. Слушайте, а вот такой вопрос заговорили про критиков, которые живут своей жизнью. Как показывают это в зарубежном кино? Выходит спектакль, и все потом несутся после спектакля с этими газетами, сидят, читают, трясутся. У нас вообще такая есть практика уважать критиков, бояться критиков, что они напишут после премьеры? Ну, я же советская формация человек. Я, естественно, все равно боюсь критиков. И я, честно говоря, мне интересно, что они пишут после премьеры. И я всегда это отслеживаю. Ну, только в последнее время критики, если раньше обязательно, как бы, да, приходили критики, премьера в таком-то театре, и все критики идут, то теперь это какая-то другая немножечко структура. Их нужно звать, их нужно приглашать. Кланица богат. Но там, да, сейчас нужно еще понимать, где критики, а где просто хейтеры, которые будут ругать все даже хорошее. Есть и такие люди, которые приходят и просто замечательные. Я ничего против них не имею. Но так они говорят, да, все очень клево. А потом где-то пишут в сетях, например. Ну, это некрасиво. Зачем? Ну, это же могут быть еще и происки конкурентов. У вас же там на Таганке куча театров. Я шучу, конечно. По глазам Леонида я понял, что шутка не зашла. Шутка не зашла. Это значит, пора сделать перерыв. Давайте прервемся. Если у вас по-прежнему есть вопросы к нашей сегодняшней гости Ирине Апексимовой, пожалуйста, плюс семь девятьсот девять девять пять пять сто три и ноль, вайбер, ватсап, смс. Звоните, пишите. От плохого настроения оградят они как щит. Здесь ведущие настройки. Таня, Тёма, Леонид. Десять двадцать шесть в Москве, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях актриса театра кино, телеведущая, певица, директор московского государственного театра на Таганке с марта две тысячи пятнадцатого года. Ирина Апексимова. У меня юбилей, кстати, был вчера. Вот мы и хотели как раз поговорить о том, как будет отмечаться юбилей. Да никак. Ни седьмой марта, ой, ни восьмой марта, ни юбилей. Ну, я на самом деле об этом случайно вспомнила. Я увидела в фейсбуке, выложила актриса театра, Екатерина Рябушинская, мое интервью, которое вот три года назад, когда я только пришла. Я думаю, что, она с ума сошла? Зачем она это выложила? Потом до меня только дошло, что это ровно как раз день назначения мое на этот подчетный пост. Помните тот день, когда назначили? Помню. Эмоции? Радость, страх и стук? Забавно. Нет, забавно это все было. Забавно? Забавно, потому что вокруг поднялась такая волна. Все начали бурлить. Правда, это неправда. Какая прелесть. Я разрывался телефон. Очень здорово было. Я была звездой в этот день, потому что я не отвечала на звонки на СМС. Ну, а поздравлений вообще? Можно подумать, сейчас не звезда. Много ли сегодня будет поздравлений? Ну, было достаточно. В марте, я имею в виду, этого года. Да, да, были поздравления, но не до такой степени, как три года тому назад, конечно. Но были поскромнее, поспокойнее. Сколько спектаклей удалось выпустить за вот это время? Одиннадцать. Одиннадцать. Это считается, по жизни театра, это считается вообще много? Это среднее число или мало? Это очень много. Это очень много, особенно если взять реалии театра на Таганке, где всего одна большая сцена и нету, но там есть небольшое пространство репетиционное, но отдельное. В общем, как бы для нас это очень много. Для театра на Таганке нормально, нормально, если не задыхаться, это два спектакля в год. Ух ты! Так, по большому счету. Полгода учишь роль. Я сейчас пытался вспомнить, кто к нам приходил, по-моему, Максим Никулин, который рассказывал, что он не против перекупщиков, которые там скупают все билеты цирка на Цветном. Лишь бы скупили. Да. У вас вот какое мнение, как у человека, который руководит театр на Таганке? Должны ли существовать спекулянты или нет? Театр популярный, театр любимый. Понятно, что есть люди, которые стараются нажиться на этом. Вы как-то боретесь с этими людьми? Не боретесь? Мы не боремся с этими людьми. Я тоже не против них, на самом деле. И мне кажется, что когда вот это начинается, боже мой, перекупщики, в этом есть некое кокетство. Ребята, вы же благодаря, как бы они создают ажиотаж. Это тот самый пиар скрытый, черный, который создает ажиотаж в театр. Поэтому я совсем не против. Начнем с того, что в конце концов не вы останетесь. Но мы-то ничего от этого не теряем. А если зрителей устраивает покупать там за две, за три цены, то почему нет? Опять же, если бы людей не устраивало, они бы это не делали, и профессия спекулянта бы не существовала. Я почему спрашиваю? Я как человек предпенсионного возраста... Уже планируешь стать спекулянтом? Нет, нет, нет. На Таганке где-то уже будешь? Я серьезно, для нас, старых людей, не знаю, в интернете как-то можно успеть выцепить билеты по пенсионному? По пенсионному. Или по социальной карте москвича? Есть такая возможность? Нет, это определенные, ну, это же должно как-то возмещаться, да, там, бюджетом и так далее. Государство должно помогать. Государство должно в данном случае помогать. Есть некоторые программы, на которые государство выделяет какие-то средства, там, да, малоимущих семей, детей, там, и так далее. Что-то для пенсионеров, ну, очень небольшое. Но, в принципе, всегда можно купить в интернете, сейчас же гораздо проще все это делать. И для этого не обязательно идти в театр. Еще и домой доставят. И домой доставят, и привезут, и, ну, это все очень удобно, и всегда можно успеть. Давайте успеем поиграть, друзья. У нас же впереди замечательная игра. Вот. Два, два, три, пять, 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 ноль. Космоска, четыре, девять, пять, друзья. Звоним, играем. Хотел сказать, что Ирина не помнит правила этой игры. И слава богу. Всем интереснее, да. Так что звоните, поиграем. Игру пять секунд. Кто у нас, Таня, Твеник, всех настройках вдохнуть. Десять тридцать пять в Москве. Вдохновим прямо сейчас Ирину Апексимову на игру пять секунд. Вместе с Ириной будет играть кто у нас? Да, Георгий будет играть. Георгий, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Вы театрал? Наверное, все-таки нет. Добро пожаловать в мир театрал. Ну, подождите. В детстве в Тюзи в каком-нибудь были? Конечно, да. Ну, вот. Чаполина смотрели? Да. А в Казке Репко играли? Ну, нет. Это уже перебор. Там слишком большой был конкурс. Всего семь человек. Все Репку хотели сыграть. Так, значит, смотрите. Пять секунд. Мы даем вопрос и даем пять секунд на ответ. То есть надо и быстро сообразить, и еще ответить. Да. И в лужу не сесть. В лужу можно сесть. Но лужу мы подготовили на всякий случай, чтобы можно было сесть. Итак, начинает Ирина Апексимова, так как она уже играла в эту игру, но не помнит. Первый вопрос. Назовите три любых оранжевых фрукта. Апельсин, мандарин, манго. Манго? Манго. Он зеленый же. Скоростный. Да, да, да. Либо желтый. Но он оранжевый внутренний. Там есть, не-не-не-не, там и корочка бывает такая. Оранжевый внутренний. Пятниста, оранжево-зеленая бывает. Давайте засчитаем. Ну, не знаю. Я как человек, который работал... Вот пришел человек и переубедился. На овощной базе? Да, да, спасибо. Есть вот такие вот в азбуке вкус огромные, оранжевые манго. Так, сейчас была реклама. Реклама была. Нет, нет. Ну, ладно. Шут с ним. Хорошо, идем дальше. Георгий вопрос. Георгий, назовите, пожалуйста, трех любых злодеев в русских сказках. Кащей, Баба-Яга, Кикимора, Леший. Молодец. Молодец какой-то. Насыпал. Да, мы про Кикимору не вспомнили даже сегодня. Хорошо. Ирина, назовите три любые песни. Три любые песни Владимира Высоцкого. О, Господи, Боже мой. Так дымно, я несла свою беду, Москва-Одесса. Молодец. Молодец. Так, два-один. Пока Георгий подтягиваемся, назовите три любые рыбы, которые кладут в суши. Треска, семга, нерка, предык. Это где такие суши с неркой ели? Сибирские суши. Треской, да. Сибирские, все верно. Сибирские суши, вот так. А вот не проверишь. Не проверишь. Я предлагаю... Не поедешь, не попробуешь, не проверишь. Главное, главное, уверенно говори. Георгий, а из какого вы города, кстати? Из Новосибирска. Из Новосибирска. А, все, верим, верим. А, понятно, в Новосибирске и суши с суши. Верим, там и муксун могут положить, и нелимум. Да, все. Так, Ирина, назовите трех любых обитателей террариума в зоопарке. Все, до свидания. До свидания. Кроме змей, каких-нибудь ящериц. Еще ползают на бедру. Змеи, ящерицы, крокодилы. Крокодилы. Конечно. Вы бы сказали про театр. Я бы сразу назвала. В террариуме в театре. Я же ассоциативный такой. В театральном террариуме. Хорошо, ладно. Георгий, назовите три любых мировых женщины в мировой политике. Маргарет Петчер, Ангела Меркель и... Мадлен Олбрайт. А наша Матвиенко, Валентина? Как минимум. А пока Мада? Она же тоже мировая. Так, два-два. Смотрите, два-два. Хорошо. Ирина, назовите три любых произведения Шекспира. Сон, Валентина, Ночь, Буря, Укращение, Астроптивы. Так. Три-два. Георгий, назовите три любых разновидности Бань. Банька по-белому, Банька по-черному, Сауна. Молодец какой, посмотри, Банька по-белому. Мы даже об этом не думали. Мы думали, русская, финская, Хавантера. Ротопитый мне, Банька. Банька по-белому. А вот это три песни Высоцкого. Да, хорошо. Три-три. Смотрите, Ирина, назовите трех любых знаменицей по имени Ирина. Хакамада, Аллегрова, Ирина Понаровская. Себя надо было называть. Аберсимову надо было называть. Слушайте, я скромная. Скромная, хорошо. Слушай, я не знаю, по-моему, с этим, с последним звуком. Не успела? Не успела? Будем честны. Хорошо, я поставлю вопросик. Хорошо. Если подсажет, гад ответа Георгия. Георгий, назовите трех любых знаменитых брюнеток. Первые назвали. Да. Спасибо. Да. Могли бы сказать Ирина Пикси. Но это была бы все равно одна только брюнетка еще. Почему Элизабет Тейлор, моя любимая брюнетка? Сальма Хайк. Да, моя вторая любимая. А Пенелопа Круз. А Одри Хэббер. А Одри Хэббер, которую Ирина так красиво изображала. А Наталья Варлей. Вот этот парик варлинский. Обожаю. Ах, Георгий. Тема обеспечит Леонид Таня и Артем. Утреннее шоу «Настройка». Пока вы просыпаетесь, они уже работают. 10.46 столицы. У нас в гостях сегодня театр на Таганке. Вот так вот я скажу. Ирина Апексим. В лице директора. Главное лицо театра на Таганке. Человек, который отвечает за все. Которому сразу бегут, если какие-то проблемы. Часто бегают? Бывает. Бывает, да. И Ирина решает. Да все бегают. Все бегают, да. И осветители, и уборщицы. Ирина Викторовна, поднимите зарплату, пожалуйста. Ирина Викторовна, у нас вот тут вот вешалка сломалась. Вот вешалка сломалась. Вчера, например, была проблема покупать по какой цене шампанское на сцену. Потому что есть спектакли, где обязательно должна быть настоящее шампанское. По-моему, два спектакля. Это кто такой райдер написал, что настоящее? Теперь назовите мне эти спектакли. Я хочу на них побывать, чтобы увидеть, что там. Старший сын. Слушайте, великолепный спектакль, где открывается на сцене бутылка шампанского. И правда, до смешного проблема в том, что подешевле шампанское, где пластмассовые пробки, оно непредсказуемо может взорваться. Ну, то есть открыться, вылиться шампанское. А вот те, которые с пробковой, вот с такой настоящей пробкой, оно открывается вовремя, как нужно. Но это стоит дороже. Но это уже отдельное. Сколько бутылок на репетиции уходит в среднем? На репетиции у нас алкогольная репетиция. Репетиция безалкогольная. Так, хорошо, второй спектакль. Второй спектакль на каком еще пьют? Онегин. Онегин. Ну, там роскошно все должно быть. Ну, посмотрю, как что. Надо идти, я считаю. По настоящему. Надо идти. Хорошо. С Онегиным, старшим сыном, все понятно. Какие еще спектакли должны быть обласканы вниманием зрителя? Чайка. Чайка. 7, 3, 4, 5, 8. Я уже знаю, почему эта цифра такая. Вы уже все знаете. Столько постановок было у Чайки. Столько было, да. До нашей премьеры было столько постановок у Чайки. То есть до того момента, когда мы начали... Ну, правда, это очень хороший спектакль. Вот, очень хороший спектакль. Вот, я не знаю, что я сейчас говорю. Надо идти. Надо идти. Суини тот, естественно, маньяк, цирюльник наш в Сплит-стрит. Для тех, кто любит музыку. Пять номинаций на золотую маску, извините. Да, на секундочку. Это очень для нас почетно, ответственно, но тоже замечательный спектакль. Про Ви я уже сказала. Алиса. Алиса, ну, Алиса, само собой. И вот сейчас у нас будет, кстати, премьера в Ночь театра с 24 на 25 марта спектакля «Басня. Теория стороннего наблюдателя». Это вообще что-то, ребята, невероятное. Мне даже назвать не нравится. Это, я не знаю жанра этого спектакля, ставил его балетмейстер Андрей Кайдановский, то есть солист Венской оперы, знаменитый балетмейстер и так далее. Он сделал очень странную историю. Для Москвы, по-моему, ну, я, правда, не в каждом театре была, не все спектакли смотрела, но необычную. Это, мы его пригласили, как, ну, вот сейчас очень модно, когда работают балетмейстеры с драматическими артистами. Но он не сделал пластический спектакль. Он сделал какой-то очень трагичный спектакль, где есть и пластические номера, где есть и текст, и это все между собой связано. То есть смысл в том, что басня, это не очень весело. Мартышка несчастная, над которой мы все ожем со своими очками. Ну и так далее. Я сейчас очень примитивно, очень просто рассказываю. Это бомба. Это будет бомба. Вот. Так, это в ночь с 24 на 25 марта, правильно? С 24 на 25 марта, да, в ночь. Всем, всем пристал. Подождите, в ночь это во сколько? Это в 10 часов вечера будет начало спектакля. Ух ты. Красиво. Красиво не знала. Все, друзья, время нашей встречи, к сожалению, подошло к концу. Давайте еще раз поздравим нашу гостю с наступающим праздником. Спасибо и вас взаимно. Хочется пожелать всем красоты, тепла и весны, настоящей весны. И цветок, цветок. Я думал, и виски, ты еще скажешь, красоты и виски. А виски уже можно будет. А виски, кстати, добавляет красоты иногда. Очень, да. Ну что? Спасибо огромное. Да, мы говорим Ирине Апексимовой. Обязательно придем в театр на Таганке. Ну и всем остальным нашим радиослушателям сообщаем, что мы, Леня, Таня и Артем, утренней шоу «Настройка» вернемся в понедельник в 7 часов. Не проспите. Пока. Пока.